Вы, как проходили съемки? Как готовились? Как возникла идея? Это же достаточно сложный процесс. Да, это целое производство. Мы просто знаем немного. Да, но если начать еще с момента сочинения песни, то я выображал себе зиму. Я представлял, что это зима, холодно, гости ходят в ресторан, стряхивают себе снег. Ну, как-то вот оно переросло в совсем другое. Стряхивают теперь наполинный пул, да? Просто пока вы думали, время идет, и уже лето. Время идет, и нужно уже что-то дать. Да оно вообще спонтанно и очень интересно на самом деле получается. Сколько времени заняли съемки этого клипа? Мы сняли его в конце апреля. Это было два съемочных дня. Два? Два съемочных дня. Пять локаций. Первый день и второй день – это у хороших людей, гостеприимных. Снимали уже одну локацию, но финал. Это где? Это было в Парканах. Парканы славятся своим гостеприимством, своими баницами. И спасибо этим людям, которые нам позволили нанести... Хорошо посидеть у них. Надеюсь, вы сняли хоть что-нибудь? Да. Мы там сняли очень много интересного. Самое главное, самое интересное было после съемок. Ну, давайте немного, как сказать, заглянем за кулисье этого клипа, узнаем, как он создается, как проходили съемки, ну и на каком этапе сейчас монтаж. Десять локаций, несколько дней работы до поздней ночи. И все ради искусства. Сотрудники нашего телеканала приняли участие в создании клипа для группы «Парусник». Это не первый такой опыт для нашей команды. Прошлым летом вышел видеоклип на песню «Батя Тоба». Над ним тоже трудились операторы и монтажеры первого Приднестровского. Новая песня «Новый клип». Он посвящен друзьям, которые готовы бросить даже самые важные дела, чтобы прийти на помощь товарищу. Концепция клипа принадлежит вокалисту группы «Парусник». Но в процессе съемок идеи менялись. Операторы использовали все технические возможности, чтобы показать новый взгляд на художественную съемку. Наша задача была красиво снять, показать красивую картинку, передать атмосферу, передать зрительное содержание песни, которое звучит как напоминание, как подарок друзьям. Музыканты на несколько дней перевоплотились в актеров, а эти слова им приходилось слышать не один... Поехали! ...не два... Поехали! ...и даже не три раза. Поехали! Все это делалось быстро, делалось дублями, местами спасибо Жене, приходилось по три раза переписывать, потому что я понимаю его творческий интерес, ему это было интересно, он ходил с телефоном, тоже пытался что-то снять, но он не понимал свойства наших камер, и поэтому часто он ввязал в кадр, из-за чего приходилось просто переснимать, даже независимо от того, что это была самая концовка. Десятки испорченных дублей, чтобы прийти к тому самому идеальному. В клипе приняли участие не только члены группы, но и их друзья. Получилась большая командная работа, даже дети переживали и всячески поддерживали музыкантов. Сейчас работа кипит в монтажном комплексе, каждый кадр нужно пересмотреть и выбрать лучший вариант. Музыкально, зажигательно, в общем, по-преднестровски. Интересно, как удалось совместить школу борьбы и бокса, кафе, рынок, офисы и дачу в одном клипе? Не пропустите, премьера уже совсем скоро на Первом Приднестровском. Ну что ж, совсем скоро клип уже будет готов, и мы обязательно покажем его у нас в программе. Скажите, вам ценнее сама песня, трек или клип с клипом уже? Мне нравится больше клип, потому что это фильм. Это интересный просъемочный процесс, это живые эмоции. Клип, он помогает донести то, что ты хочешь в песне. Мы эту песню сделали, кстати, первый раз на двух языках, сразу. Мы сначала написали ее на молдавском языке, записали, потом захотелось ее на русском языке писать. Клип на каком языке? На двух языках. И клип на двух языках? Да. Два разных клипа будет? Будет один и тот же клип, просто будет на разных, на двух языках. Здорово. Чередоваться? Да. Помните самый первый клип вашей группы? Естественно, помню. Мы его тоже придумывали и делали. Это было в Чобручах, в нашем парке. Кто снимал? Мы выражались в Чобруче. Это был Игорь Есипов, это наш друг, он работает оператором. И он согласился нам помочь. Это был безденежный клип, то есть мы туда не вложили ничего. Это было... Но душу-то вложили? Душу мы вложили. Но это был такой эксперимент, получится у нас или не получится. И мы были как дети. Мы придумали все на ходу, режиссировали. В парке в Чобручах очень красивые перекаты, фонтаны. Там есть, чтобы поснимать. Мы были нашего переката, так называемого водопада. Там тоже красивые места. В итоге получился такой народный гимн Чобруча, песня Чобручейный, про Чобруч, про Чобручских моряков. Что ты хочешь танцевать? Да, я понимаю, что вас, получается, сейчас будут любить в каждом селе. В парканах вы побывали, в Чобручах. В Строинцах. Самый масштабный клип снимала наша команда в Строинцах, да? Да, этот клип имеет очень хороший успех, ввиду того, что там участвовало много людей. И красивые места. И коллекции Звиарико там, да, по-моему? Да, там ребята Звиарико участвовали, там наши сельские местные жители с нами поехали, музыканты. Мы его показывали за пределы Приднестровья, и все были удивлены, какие красивые Приднестровья в Рыбницком районе. Места. Кстати, в плане творчества есть очень много идей, хочется вот просто вот их реализовывать. А можете поделиться немножко хотя бы? Ну вот написали на днях еще одну песню. Песню про дружбу народов. То есть там и про цыган, и про ивреев, и про русских, и молдаван. Вот песня о том, что нужно дружить, не нужно ссориться. Танец, музыка является тем инструментом, который объединяет нас в этом. Вот песня получилась интересная, зажигательная, в нашем стиле, такой фольк-рок. Планируем снимать в лесу, ночь, у костра, с цыганями. О-о-о! Это интересно. Это, кстати, могу вас пригласить в клип, если... Давайте мы пригласим. Вы прекрасные актеры. Ну, наконец, вы поняли, почему мы вас пригласили в студию. С удовольствием. Ну, народ цыгана у вас уже есть. О, спасибо, да, я цыган. Народ цыганского барона, кстати. О, барона сразу, видишь, как. Спасибо, ребята. Хорошо, без проблем. Да, мы договорились. Очень, планы грандиозные, да, я так понимаю? Планы есть. Ну, ребят, мне это нравится, я этим будем заниматься. Мы это чувствуем, знаем, потому что часто танцуем под вашей песней, вместе с вами отдыхаем. Желаем вам творческих успехов. Напоминаем, что у нас в гостях был Евгений Аврамов, солист группы «Парусник».